Итак, уважаемые участники, наша школа подходит к концу. Я вас всех с этим сердечно поздравляю. Мы получили новые знания, вы получили новые представления о том, что такое наноэлектроника, о радиационной стойкости, послушали лекции наших замечательных преподавателей, преподавателей Национального исследовательства Ядерного университета, преподавателей ВКГТУ имени Серегбаева и, соответственно, конечно же, в материалах всех лекций, может быть, что-то осталось для вас непонятным, несмотря на то, что вы задавали, соответственно, вопросы. Все материалы наших лекций мы записали, и вместе с материалами нашей школы мы их выложим на сайте нашего института, института нанотехнологии в электронике, синтетронике и фотонике, который является частью нашего Национального исследовательского ядерного университета МИХИ. Мы скинем ссылки на материалы, ссылки на всевозможные наши видеозаписи, на все материалы нашей школы, на вашу почту, которую вы также указали при регистрации и при прихождении итогового теста. Значит, сейчас я могу дать, сказать несколько слов, наверное, Шалтаевой Юлии Ренатовне. Юлия, ты с нами? Еще разок. Да, по поводу ваших результатов тестов. Да, значит, смотрите. Таким образом у нас в опросе поучаствовал 21 человек. Так, нет, пардон, не прогрузились все сразу. Сразу 25 человек. Сейчас немножко они прогружаются. И я могу озвучить баллы, соответственно, по каждому человеку. Ну, по каждому человеку, я думаю, не надо. Каждый, наверное, сам знает. Вот. И я думаю, что не стоит на это сейчас терять время. Я думаю, что так, примерно, значит, ну, итоговое такое впечатление, да, что, в принципе, все, кто прошел тест, да, они прошли там, хотя бы что-то решили, да. И в этом смысле, если у кого-то, ну, не получилось что-то решить, на самом деле не беда. В этом смысле вы, по крайней мере, задались соответствующими вопросами, да, и можете уже дальше, работая самостоятельно, изучая материалы нашей школы, да, и также дополнительную литературу, сможете все еще лучше освоить, ну, и вернуться, может быть, к этим задачам уже более подготовлено. Если кто-то все решил, да, то тоже замечательно. Мы тоже очень рады, что наша школа пошла на пользу. Я думаю, что, несомненно, наша школа пошла на пользу всем, всем, кто участвовал, всем, кто слушал. Наше тестирование было направлено, ну, более на схемотехнику, да, чем на материалы некоторых лекций, да, по нанотехнологиям, то есть больше такой практической направленности, да. А вот те лекции, которые, значит, вы прослушали по нанотехнологиям и по всем остальным вопросам, да, я думаю, что тоже очень вам понравились. Это было видно по тем участникам, то есть кто участвовал в лекциях. Причем задавали очень такие интересные вопросы, очень правильные вопросы. И вот наибольшей популярностью, вот можно подводя итоги сказать, пользовалась лекция Мартынова Игоря про потонные кристаллы и датчики на их основе. Действительно очень интересная лекция, очень интересное приложение квантовой механики. Мы теперь понимаем, что квантовая механика – это не какая-то абстрактная наука, да, а это действительно та наука, которая нам позволяет делать, ну, фактически новые устройства, новые полупроводниковые приборы, ну, фактически электронику будущего. Поэтому не только схемотехника, да, но и физика, и технология – все это было представлено в нашей школе. Очень интересный доклад нам сделал практически в самом начале нашей школы Сибирмовский Георгий Дмитриевич про нанотехнологии, про, соответственно, вот очень хорошо запомнилось про солнечные элементы, да, которые могут обладать коэффициентом полезного действия до 50%. Да, все это гетероструктуры и квантовые структуры, электроники и фотоники. То есть здесь, конечно же, очень такой хороший, содержательный был доклад, и в этом докладе были видны перспективы того, как мы можем использовать современные новые гетероструктуры для развития нашей электроэнергетики, для развития приборостроения. То есть фактически то, на что вот сейчас направлены наши совместные образовательные программы с Восточно-Казахстанским Государственным Техническим Университетом. Была очень интересная лекция про радиационную стойкость. Геннадий Иванович Зебрев, доктор технических наук, профессор нашего университета, выступил также с очень интересной лекцией, рассказал о радиационных эффектах, о радиационных эффектах в космическом, в космосе, да, в космическом приборостроении, бортовой электронике космических аппаратов. То есть все это было, все это нашло определенный интерес, и все это, ну, как нельзя лучше, отражает специфику вот нашего института, института нанотехнологий в электронике, сконтронике и фотонике. Также было очень приятно слышать доклад наших коллег из ВКГТУ. Доклад во второй день, первый доклад, современные измерительные системы диагностики в сложных организационно-технических системах. Здесь мы познакомились с основными вопросами метрологии, с основными вопросами автоматики, познакомились с методами, которые используются в измерительных системах, поняли, что даже намерение измерить какой-либо параметр, да, может уже на него повлиять. То есть это тоже достаточно интересный факт, и в этом смысле тоже все прошло не зря, и очень-очень даже интересно. Я вот хотел бы дать небольшое слово, если Тамара Александровна нас слышит. Вот, Тамара Александровна, вы с нами? Да, я слышу, меня хорошо слышно. Да, да, вас слышно отлично. Скажите, пожалуйста. Сейчас постараюсь подключить видео. Мы уже находимся, у нас уже вечер, но я с удовольствием была участником этой школы, и хочу сказать огромное спасибо организаторам, вам, Александр Сергеевич, университету МИФИ, за такую хорошую организацию. Все было очень спланировано отлично, все шло по графику, поэтому очень много успели все и послушать, и потренироваться, узнать практически какие-то вещи для себя. Даже, я так понимаю, что осталось заделать для того, чтобы завершить и что-то усовершенствовать. Это тоже большой плюс. Ну и, конечно же, тематика, как вы отметили, была очень интересна, и для всех, кто принял участие в этой школе, безусловно, полезна. А также, я думаю, что те, кто приняли участие в этой школе, конечно же, об этом расскажут своим друзьям, поделятся впечатлениями, и таким образом наше совместное сотрудничество обретет новых студентов, хотелось бы видеть их в рядах наших обучающихся, новых магистрантов. И, естественно, мы готовы к дальнейшему сотрудничеству на этом поле, и будем рады в дальнейшем участвовать в таких интересных мероприятиях. И, возможно, будем все-таки в будущем встречаться и очно на таких событиях. Да, большое спасибо. Большое спасибо, Тамара. Всем хорошего здоровья, в первую очередь, да. Для того, чтобы уже на лето реализовать свои планы, каждый смог и получить тот результат, на который нацелен. Да, видите, нам все-таки удалось, несмотря ни на какие ограничения, привести нашу школу, поэтому еще раз скажем большое спасибо нашим коллегам из ВКГТУ, Тамаре Александровне, директору Центра международных образовательных программ ВКГТУ и Денисе Регбаева, ну и, конечно же, всем нашим докладчикам, которые такие интересные и полезные презентации подготовили и нам представили. Мы, несомненно, очень многому научились. И вот теперь несколько тогда вот таких вот, ну, напоследок организационных моментов, да, значит, обязательно следите за своей почтой. На почту будут материалы, ссылки на материалы, ссылки на то, где можно с ними ознакомиться, потому что лекции действительно были интересными, да, и вот, может быть, при прослушивании, допустим, там, одной лекции, да, первый раз, вот, может быть, что-то не воспринялось, да, там, или что-то там упустилось. Ну, всякое бывает, да, но вот сейчас, видите, такой формат занятий, он подразумевает то, что лекцию можно записать и лекцию можно еще раз прослушать, еще раз найти время для того, чтобы, может быть, что-то в ней для себя уяснить и, соответственно, повысить качество своих знаний, да. Может быть, найти в ней что-то новое, вот, что, может быть, зажжет вас какой-то новой идеей, и вы сможете эту идею реализовать в виде, допустим, своего дипломного проекта или магистрского проекта, или, может быть, диссертации. Поэтому обязательно следите за своей почтой, туда придет сертификат участника, придут ссылки на наши материалы, и, конечно же, мы вас будем ждать в числе наших студентов, мы будем очень рады видеть вас в числе наших студентов, потому что те вопросы, да, и вот тот диалог, который мы с вами вели в течение вот буквально там двух дней показал, что действительно вы готовы к тому, чтобы воспринимать технологии современной электроники, нанотехнологии, технологии радиационной стойкости, то есть все те моменты, да, все эти, всю ту тематику, которую подразумевает наш институт, институт нанотехнологии, в электронике, эскентронике и фотонике. Поэтому, пожалуйста, сотрудничайте с нами, продолжайте сотрудничать. Мы будем обязательно вам направлять, обязательно отправим вам материалы, обязательно постараемся на все ваши вопросы ответить, если они останутся. Ну и, конечно же, большое спасибо вам всем за участие. Будем надеяться, что наша школа, она будет приходить не только в этом году, да, но, может быть, она будет ежегодной. И если она будет ежегодной, то, может быть, нам удастся, вот как Тамара Александровна говорила, постараемся сделать ее в очном формате, потому что очень интересные доклады и вот такое вот достаточно хорошее, очень интересное начало было положено нашей деятельности, нашей работе и нашей совместной, фактически образовательной, ну, как бы нашему совместному образовательному сотрудничеству. Вот. Ну, большое спасибо еще раз всем. Всех еще раз поздравляю с завершением школы. Ну и следите за нашими новостями. Мы вас не оставляем. Большое спасибо. Да, хотелось бы вас поблагодарить. Дело в том, что пришло 44 пока тестирования. Есть ряд отличных, так что ждите результаты на почте. Да, это очень-очень воодушевляет. Да, ну все, большое спасибо всем участникам. Еще раз всех поздравляю. Ну и до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok